8 часов поехали так что означает этот афоризм этот афоризм означает я вот применю ниже там где будет четко сказано вот что ничего нельзя мы с вами будем работать по принципу если нельзя, но очень хочется то можно вот поэтому я этот афоризм вывел в самом начале вебинара так я собирался как всегда все сверстано все готово бак письма потом бак письма бак письма иногда даже приходится повторяться потому что ну вот он свежий человек как ему не ответить а проходит время абсолютно забыл о чем мы говорили горький разговор сегодня женщина сказала я говорю вы знаете сегодня вебинар ну точно-точно ваш вопрос ответит что она мне сказала ответьте по телефону я не могу я слушала ваши вебинары и перестала я ничего не понимаю у меня до этого был случай на тот случай был еще на трешцевом семинаре в Москве это еще можно понять но когда оказывается я ничего не умею объяснять у меня это так я растерялся и думаю ну давайте тогда немножечко может помедленнее попробую но потом правда я опять разволнуюсь ну попробую итак последний момент пришло вот это письмо так вот и вот оно я не хочу чтобы вы обращали внимание там на адреса на все человек не давал такого права да вот а вот этот он что-то еще свежее письмо приятное иметь дело не было случая чтобы вы не ответили на вопросы это свежайшее это 4 минуты назад ответы есть в ваших книгах меня удивляет скорость доставки посылок вот ну прямо точка вы знаете вот прямо хорошо когда это звери на охотника бежит меня удивляет скорость доставки ваших посылок это тоже очень важно ну-ка давайте смотреть сколько она шла перевод получил тогда подарю два черенка а человеку я хотел семечки выслать подарок вы знаете это мое больное место не могу чтобы потом выбрасывать нет не надо ну не надо не надо вот он два черенка вот тут он не отказался и вот что а нет адрес не буду сколько шло вот это Алексей если вы меня слышите тут нет этого цифры обычно говорят 4-5 дней иногда 6 на выходные попадает вот если вы меня слышите будет в конце нашей передачи там где вопрос ответ скажите сколько шло так теперь возвращаемся теперь туда куда я хотел итак вот это вот Светлана дощ дощ ну не в этом дело она мне прислала вот эти фотографии сделала акцент на них почему и она говорит да нет это не ваши вот эти вот росточки не ваши подчеркиваю но это какие-то зверушки надо разобраться что это значит я допустим у меня тоже помните я кино снимал прямо в этом летом осенью а у меня уже вот такой кустищик точно такой же я не понимаю что это ясный гибрид что с чем ну подозреваю что ближе всего к селиве но у меня на некоторых абрикосах такие же лисички с таким же этим рисунком вот и что получается вот я один показываю так ну это ладно это мой амур ну приятно да здорово значит не подвел я вас но вы себе сами подвели стал бы я просто так ради этого по хвальбе нет это ладно а теперь дальше смотрим смотрите внимательно очень далеко вот зашло правильно у вас не были были закопаны косточки но не глубоко они в процессе вылезли фактически вот это место извините учеба идет это место прекрасно сохранится сливы вообще сырости не очень боятся вот все бы ничего но у меня сразу глаза вот это вот аномалия здесь мало того что ну ладно это слива понятно давайте еще посмотрим вот зверушка неведомо ну это скорее всего слива да это слива но чтобы ответить на вопрос давай так дойдет до плодоношения теперь уже вы мне расскажете да оказалось слива да оказалось гербе да неведомо зверушка хочу знать вы сильно отличается терна от слива от лучей а я не очень вот давайте вернемся обратно почему да можно не возвращаться внимание очень длинный тонкий штамп ненормально почему потому что солнце ему надо было солнце солнце он и полез вверх а сверху потолок раз а теперь давайте ради чего мне вот режут глаза не то что зверушка не зверушка вы его так назвали мне режут глаза то что за окном зима вот это сколько решать придется если все замерзших земля я сейчас не буду смотреть специально не буду смотреть не выдавать ваш адрес вот я просто хочу сказать что когда придет пора высадить вероятно что они просто загнутся погибнут составит примерно 99% я это проходил ой боже мой сколько я вы все думаете прежде чем стать учителем я был не просто учеником я был жадным я не 5 не 10 не как вас тут несколько я 200 300 выращивал на подоконниках без всякого плохого все погибло я пытался понять почему вот ну наверное потому что сейчас здесь уже стадия у них май июнь согласна здесь у них май июнь раз здесь температура 20-25 градусов снег сойдет высаживать надо ночью 0-5 днем плюс 15-20 да а ночью на 3 плюс-плюс на 5 день опять минус и прощай вас вот это я переживал значит я считаю что вы совершили ошибку вы не обижайтесь на меня я постарался так чтобы люди не знали о ком речь идет но меня всегда не отругали за то что я инкогнито почти раскрываю я просто хочу сказать что мы должны научить всех я не скрываю что я 200-300 вот таких раскоп погубил я железо вот зато я стал учить а вы сейчас если бы вот чудо раз там 5-10 дней вдруг как солнце запылало быстро оттаяло посадили накрывайте этим кто-то рассказывал спас тем что сверху делал тень ну там 4 кола тряпка тень раз второе переместите сейчас холодно и темное место не чтобы они замерзли а чтобы они застыли просто застыли перестали развиваться вот вот этот момент ну вот мне еще раз ну у меня натура такая я увидел снег на улице вот хорошо бы что это не снег вдруг этот да нет снег что там гадать вот вот это все неправильно отсюда длинные штамбики полудохленькие вот мне все не нравится мне нравится что сгнили семя доли они когда-то должны бы полностью будучи ну может не сгнили может они отдали уже все свое вот этим самым потому что так сложилась судьба у них должны были в природе расти растут комнаты а комната это мы тоже вот человек который всю жизнь прожил в комнате кто он инвалид кто вот еще раз полюбовался спасибо вам за по-моему вы назвали амуром все выходим отсюда так и мы так быстренько отсюда выходим вот и мы с вами смотрите как названо странное слива да теперь возвращаемся сюда вот это желание садить в горшки и при комнатной температуре выращивайте хотя у них такое дикое желание жить они действительно просыпаются и не понимают что это не про это там сверху потолок Субтитры создавал DimaTorzok